Всем привет! В этом видео расскажу вам такой поучительный момент, как заменить деталь на револьвере под патрон флобера. Напомню, это не является оружием. Такой деталь, как собачка. Вот так выглядит деталь. Деталь отвечает за проворот барабана. Вращает барабан. Деталь воздействует на храповики. На храповик воздействует. Есть на канале видео о матчасти. Можно посмотреть более подробно. А сейчас поговорим, как заменить. И подгонка. Тут также важно, как подогнать так вот эту деталь, чтобы не испортить ее, чтобы она осталась цела и работала правильно. Об этом поговорим. Само собой, нужно разобрать револьвер. Берем крестовую отверточку понадобится. Снимаем правую накладку. Можно и левую. Не обязательно, но я сниму две накладки. Так, накладки сняты. Дальше, опять же, потребуется крестовая отверточка. И нужно открутить щечку, так называемую. Открутить вот эти четыре винта. Ну, конечно, у кого винты другие, под шлистовую отверточку, соответственно, другая отверточка нужна. Так, после того, как открутили винты, аккуратно нужно снять крышечку, поскольку здесь может выскочить толкатель собачки. И пружина толкателя собачки вылететь. Такими вот, какими-то движениями нужно снять крышку. Что сидит? Она сидит плотненько почему-то. Все четыре откручены. Возможно, штифт курка или крючка встрял в крышке. Так, что можно сделать, чтобы облегчить нам задачу? Вот, взять отверточку, подковырнуть. Хотя, такое довольно редко происходит, что крышка тяжело снимается. Но, тем не менее, видите, бывают и такие ситуации. Вот, можно вставить и аккуратно, чтобы не поцарапая краску, снять. Вот, как я и говорил, с пускового крючка встрял вот этот штифт, соответственно, сюда, и крышка снималась достаточно туго. Бывает даже и такое. Так, дальше. У меня есть такая вот иголочка. Вот. Чтобы не влетела пружина фиксатора, это сразу поубираем. Это у нас, напомню, целая собачка. Убираем. Вот толкатель собачки. Здесь находится пружина. Вот, все подпружинено. Это пока нам не нужно. И вот, допустим, нас по каким-либо причинам не устраивает вот эта собачка. Что нужно делать, чтобы заменить. Так. Просто выскочил штифт, который держит спусковой крючок. Ну, я для наглядности уберу также боевую пружину, чтобы не было усилия на штифты, чтобы не давило. Вот так ее ставлю. И будем разбирать, что делать дальше. Итак, если кто не смотрел мои видео по матчасти, быстренько напомню. Конечно, желательно посмотреть. Вот собачка так отрастояла. Она имеет следы подгонки такие. Вот, сфокусируемся. И какие-то небольшие следы эксплуатации, скажем так. Она стоит, сейчас фокус наведем, на вот этом штифте, на спусковом крючке. Сюда устанавливается. И при воздействии на крок, вот видите, либо же на сам спусковый крючок, она вращает барабан. Вот эти штифты толкают вверх и прокручивают этим барабан. Сейчас сымитируем вот это. Так, попробуем еще раз. Еще разок вот так вот. Видите, да? Вот таким вот образом это внутри. Видите, как проворот происходит. Сейчас попробую максимально близко, чтобы понятно было. Я пальцем поджимаю собачку. А в револьвере это делает толкатель собачки, который под пружинением находится в самой щечке. Возможно, кому-то видео покажется каким-то длинным, бесполезным. Ну, надеюсь, оно многим все-таки пригодится. Итак, я показал это все вблизи. Теперь посмотрим вот собачку. Вот так она выглядит. И что здесь нужно подгонять? Может быть, может быть, недоворот. Если недоворот, значит, вам нужна новая собачка. Она, если видите, воздействует вот этой площадочкой. Вот верхом, вот этим. Здесь даже можно посмотреть следы эксплуатации. Кто-то на своем револьвере сможет увидеть. Вот этой частью она воздействует. Вот. И, соответственно, если она большая, то вот эту нужно уменьшить. Высоту ее таким вот образом, грубо говоря, уменьшать нужно. Потому что, если поставить целую большую, что будет, покажу на целом револьвере, не разбираю его. Будет вот такой случай. Ну, я здесь имитирую это все. Допустим, мы взводим-зводим. И высоты собачки, она очень большая, упирается уже до конца собачка. А курок не встает назад. Такая вот ситуация будет. Опять же, если мы перепиляем эту собачку, вот новую свою высоту намного уберем, будет опять такая сымитируясь ситуацией. Вот фиксатор взвожу-звожу. Допустим, курок уже на взводе, а барабан еще не довернулся и не встал на фиксатор. Будет такая ситуация. Ой, зацепил штатив немного. И что эта ситуация, чем она плоха? Тем, что в какой-то мере сказывается на несоосность барабана. Так, и все-таки, как же нам подгонять? Каким методом? Берем целую собачку, нетронутую. Устанавливаем сюда. Это будет такой долгий, относительно процесс. Ну, у кого рука набита, конечно, очень быстро можно подгнать. Ставим, собираем все. И проверяем работу. Вот взвожу. Если у вас не дозводится вот так вот, ну, это взвелось, если не дозводится, и барабан уже все упертый, значит, вам нужно немножко убрать высоту. Ну, может, как-то кому-то в тиски зажать, нафельком снять, кто-то наточили. И вам нужно сточить вот эту высоту настолько, которую я показал, вот эту площадочку. Ну, так же самый носик тоже по чуть-чуть нужно стачивать, для того, чтобы, если кто видел, бывает здесь экстрактор такой, покоцанный. В моем случае он еле-еле, там красочка только снята. Так бывает покоцанный. Вам нужно добиться того, чтобы при взводе, вот видите, фиксатор, идет взвод, вот фиксатор зашел, и курок встал на взвод. Вот этого момента нужно добиться. У вас не должно быть такого, что курок взвелся, а фиксатор еще не зашел. Вот попробую ближе показать. Сфокусироваться, чтобы фиксатор видно было. Взвожу, фиксатор вышел, зашел, и вот взвод. Вот, можно сказать, идеальная подгонка. Может быть, так же само заходить в фиксатор, но собачка будет высокая. И что, как это определить? Взводим курок тогда, бывают такие случаи. фиксатор зашел, а у вас дальше очень тугой взвод, потому что тугой взвод, сейчас покажем, почему. Если собачка высокая, вот, так у нас фокусы пропадают, что-то постоянно. Взвожу курок, вот допустим. И вот тут тугой взвод, поскольку собачка высокая, и она упирается полностью уже у зуб экстрактора. И не дает, просто, не дает курку стать, на взвод на шепцало, не дает стать. То нужно еще немного собачку спилить по высоте. Так же, может кто-то додуматься, это просто говорю, кто-то, может, захочет выпилять здесь, ну, это не совсем правильно будет, здесь выборку сделать, вот, над фельком взять, и вот так вот попилять, и сюда идти, для того, чтобы собачка чуть-чуть ниже стала. Ну, это, как вам сказать, когда что-то подгоняется, любые детали, есть, грубо говоря, два выхода, либо вы пилите, если вот это, допустим, налазить, отверстие увеличиваете, либо здесь уменьшаете, где понятно, ну, надо рассуждать логически, где проще, и где на конструктив, так скажем, не влияет, и чтобы не запороть какие-то детали. В общем, вот таким вот образом нужно подгонять собачку, как я показал, попилили здесь эту плоскость чуть-чуть, собрали револьвер, закрутили, проверили, ага, там не взводится, опять подпилили, и чтобы добиться вот такого вот результата, вот такого результата, чтобы легко взводилось, и одновременно вставал курок на боевой взвод, и фиксатор заходил в паз барабана, и вот вам будет нормальная, хорошая подгонка собачки. Желательно, конечно, не перепилить, лучше не поленитесь лишний раз пособирать, и может кого-то это будет 10-20 раз собирать, по чуть-чуть подпилите, зато вы не запорите деталь, она будет корректно работать, и хорошая подгонка у вас получится. Ну, вот такое видео получилось, может, конечно, не совсем короткое, но, надеюсь, я многим помог, просил определенный человек, а также может быть полезным и в будущем кому-то. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, кто не подписался на канал, подписывайтесь, кому еще нужна какая-то полезная информация, можем отснять, сделать, задавайте вопросы, рад адекватным зрителям, ну, в принципе, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok